МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потом, естественно, захотелось что-то сделать особенное. Появился обвес изначально, который привезли. Какое-то время поездил, показалось, мало. Так или иначе, каждый водитель хочет, чтобы его ласточка была единственной и неповторимой. Особенно, если речь идет о дорогом автомобиле. Тут-то и начинаются творческие поиски и креативные мучения. Схотелось какой-то еще более индивидуальности. И вот ребята предложили сделать некий контраст. Легкая, маленькая, мощная машина, которая выглядит как тяжелый, сваренный из кусков такой автомобиля, который при нажатии на газ просто улетает куда-то в неизвестность. Тюнинг. Это слово давно уже вошло в повседневный обиход отечественного автолюбителя. Услышав его, в голове рисуются образы ярких спортивных заряженных монстров. Но в этот раз предлагаю все же забыть о нем. Ведь сегодня мы поговорим просто об индивидуализации автомобиля. А попытки сделать его единственным в своем роде, надо заметить успешной попытки. По технике нет, ничего не делалось. Это абсолютно стандартное шасси, ему двигатель, ничего не менялось. Кроме вот диски только. И все. Может быть мы еще доведем тормоза, а может быть немножко подрегулируем выхлоп, чтобы он был более жесткий. Но в двигателе принципиально не полезен. Машину хотелось получить индивидуальную, чтобы она была такая единственная в мире. Сейчас машина такая в мире единственная. Как выделить свой автомобиль в городском потоке? Конечно, нужно основательно поработать над внешностью. Определиться с концепцией, цветовой гаммой, да и в принципе тем, что хочется увидеть в конечном итоге. Выбор зависит от характера и имиджа самого хозяина. Машина должна быть продолжением стиля владельца. И главное, нравится ему самому. Вроде все получилось. Началась с готовой идеи. То есть идея была в том, чтобы сделать этот автомобиль как будто бы склепанным из нескольких кусков металла, с вот этими продранными какими-то дырами в нем, да. И потом уже возникла идея, что сквозь эти отверстия будет видно на капоте, будет виден двигатель. Причем были идеи, может быть, сначала поставить туда двигатель от самолета, но потом все-таки решили вернуться ближе к автомобилю и оставили родной двигатель. Он в точности повторяет то, что мы увидим под капотом, если поднимем его. А здесь вот в подобных же конструкциях на дверях уже был полет фантазии. То есть вот эти какие-то механизмы немножко в стиле биомеханики, они, на мой взгляд, оказались здесь достаточно к тему. С первого взгляда может показаться, что, мол, тут особенного. Аэрографией нынче никого не удивишь. Но образ этого автомобиля создавался не рукой аэрографиста, а благодаря компьютерным дизайнерам. Это винилография. В этой композиции из основы были взяты фотографии настоящего двигателя самолета. И если здесь приглядеться, то на какой-то из деталей мы на самом деле увидим надписи СССР даже, которые, честно скажу, я когда рисовала, не заметила. Но это тоже едва ли может удивить искушенного зрителя. Ну, пленка, ну, напечатали, ну, наклеили. Тоже мне эксклюзив. Но поверьте, этот проект потребовал буквально ювелирной проработки и изготовления. Клепки делались очень сложные не с первого раза, потому что они должны были попасть на такие сложные детали машины, как вот эти, например, расширители крыльев. И далее по вот этим ребрам они должны были пройти не то, чтобы идеально ровно, но должны были как-то повторить, чтобы форма автомобиля была подчеркнута, а не наоборот испорчена. Достаточно сложная была работа, особенно на всевозможных местах, где идет сильное натяжение пленки. На подгонке рисунка сложности не закончились. На этом проекте создатели решили пойти нестандартным путем. Дело в том, что на него нанесено не один, а несколько слоев винила. Особый эффект вот такого свечения и блеска достигается за счет сложной технологии нанесения различных слоев пленки. Сначала вся эта машина обтягивалась хромированной пленкой, блестящей, то есть практически зеркальной. Сложнейшая работа. Работают люди буквально осемипядей во лбу, у них золотые руки. То есть сложно представить, как такие сложные детали можно ровно и без складок затянуть пленкой, которая практически неподвижная. Сверху на хромированную пленку наносилась прозрачная пленка с напечатанным изображением. И сверху, поверх изображения, нанесена пленка матовая, то есть матовая ламинация. Не стоит думать, что подобное решение – попытка сэкономить на стоимости проекта. Количество материальных, трудовых и временных затрат легко сравнимо с работой обычного художника. У разработчиков есть своя точка зрения на этом. На наш взгляд, технология винилографии немного отодвигает аэрографию в прошлое. Почему? Потому что аэрография зависит от художника в первую очередь. Если он нарисовал что-то, потом, упаси Господь, ударили бампер, перекрасили бегающие свящие этого художника, а может быть он в Америку уехал и всегда жил. Здесь распечатали из того же файла, наклеили машину как новая. И, во-вторых, конечно, это все равно защита ОКП, защита лакокрасного покрытия. Конечно, если мы говорим о персонализации конкретного автомобиля, то определенным изменениям должен подвергнуться и салон. Оставлять стоковый заводской интерьер как минимум нелогично. Салон переделан полностью. То есть изначально была дизайн-концепция, дизайн-проект. Было очень много вариантов, 3-4, и в итоге остановились именно на этом варианте. Салон-то такой полностью перешит. То есть у него получается черная немецкая кожа NAPA, эксклюзивная серебристая, чтобы была уже такая некая общая концепция с кузовом. Также она как бы все автомобильная, потолок черной альганты и кантара, серебристая везде отстрочка. То есть, ну, в принципе, также все детали, все молдинги, все они сделаны в карбон. Сиденья – это уже по дизайн-проекту, да, то есть решили сделать такую грубую отстрочку, да, с такой отстрочкой, то есть разделить ее, ну, как бы так выделить и сделать таким неким эксклюзивом. Но вот и настало время самого дорогого для хозяина этого автомобиля. Причем дорого и в смысле для души, и в смысле материальном. Здесь очень хорошо доработали музыку. Потому что музыку здесь установили на металлическом жестком каркасе, да, установили два сабвуфера, которые находятся строго за сидением владителя, да. За ними же там же установлены два усилителя двухканальные. Сложность была этого проекта в том, что это кабриолет. И задача стояла, чтобы добиться музыки эффекта именно при открытом верхе, да. По, как бы, итогам 2012 года, да, по журнале «Автозвук», он считается, как бы, автомобильным годом. То есть, получилось у мастеров добиться этого эффекта. Здесь также заменили всю штатную музыку. Эти, я, кажется, пищалки тоже все, как бы, поменяли. Получился такой достаточно громкий, достаточно интересный индивидуальный проект. Интересно и то, что в отличие от бытующей практики, инженеры компании оставили штатное головное устройство. Такое было пожелание заказчика. Дело в том, что мультимедиа системы «Мерседеса» достаточно сильно завязана со многими системами автомобиля. Посему было решено оставить ее на месте, чтобы не портить вид салона, да и просто впоследствии не изобретать велосипед с интеграцией неродного устройства с электроникой машины. И главное, что это не помешало достигнуть блистательного результата. Впрочем, хватит статики. Пора сесть за руль, ведь это «Мерседес». Двухместный, мощный. Он просто обязан хорошо ехать. Владелец этого автомобиля человек скромный, поэтому сниматься категорически отказался, катаюсь сегодня одна. Напомню, с технической точки зрения это совершенно стандартный «Мерседес СЛ». с двигателем объемом 5,5 литров, мощностью 388 лошадиных сил. Коробка передачи автоматическая, 7-ступенчатая. Разгон до сотни занимает всего 5,4 секунды. А максимальная скорость ограничивается электроникой на отметке 250 км в час. Привод, разумеется, осуществляется на задние колеса. Она хорошо управляется, она хорошо едет. В такой машине, мне кажется, дорабатывать подвеску и мотор нет никакого смысла. А вот отдельная история, это, конечно, обклейка автомобиля, вот эти вот широкие арки, диски. Как будто эта машина выехала из фильма «Терминатор». Она безумно красивая. Во-первых, она очень мужская. Не знаю, у нее брутальный вид. И когда смотришь на этот автомобиль, ощущения потрясающие. Внутри же он, наоборот, очень скромный, он не кричит о себе. Все очень динамично, все очень четко. Очень отметила бы замшу, стойки обшиты замшу, потолок черный. Мне вот, например, очень нравится. Особо еще бы отметила музыку в этом автомобиле. Давайте послушаем. Вы знаете, я одобряю выбор владельца. Как сказали мне ребята, кто делал машину, что он любит рок. И здесь практически вся музыкальная линейка представлена. Я одобряю решение ничего не менять в этом автомобиле по подвеске и мотору. Он неплохо разгоняется. Ты получаешь огромное удовольствие от управления. И мне кажется, основная все-таки фишка этого автомобиля – это его внешний вид. Мне кажется, что такая машина не оставляет равнодушным ни одного человека. Я буквально катаюсь по аллеям лужников, и каждая машина, каждый человек, даже сотрудники ДПС, сегодня уже третья машина подъезжала, и интересовалась, что это за машина, как она сделана. А это значит, что главная задача выполнена. Автомобиль получился ярким, неповторимым и не оставляющим равнодушным никого вокруг. Так что же, все? Мечтать больше не о чем. Конечно, есть. Главное – не останавливаться на достигнутом. В перспективе есть другой автомобиль. Ну, сейчас как бы час стоит, во-первых, у ребят совершенно такой же, ну, а дальше, думаем, обратиться в сторону компании «Пашу». Ну что же, пожелаем Валерию удачи. И будем надеяться, что его будущий проект станет не менее интересным. И у нас будет повод рассказать в нашей программе и о нем. Вот и все. Наше время истекло. Это была программа «Тюнинг Ателье». Меня зовут Катя Каренина. Если у вас есть интересные автомобили, присылайте их фотографии на наш электронный ящик. Увидимся через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok